привет друзья меня зовут дима и это канал о баскетбольных кроссовках и обычно если чем-то интересным удается пополнить свою коллекцию я вам об этом рассказываю и сегодня будет именно такое видео и начну я свой рассказ кроссовок который приобретал не себе вот такая вот красивая черная коробка золотой надписью lebron 17 и в этой коробке совершенно маликусенькие lebron чеки размера 35 и 5 моя жена не играет баскетбол но ей понравилась эта модель плюс она попалась мне за очень адекватный прайс доставкой до ростова эти кроссовки стоили пять с половиной тысяч знаете если по отзывам 17 lebron довольно специфичная модель для баскетбола и очень немногим удается продавить ее могучую амортизацию напомню что здесь здоровенный баллон air в пятке плюс баллон зум спереди тот в качестве лайфстайла эти кроссовки очень многим заходят более того мой брат приобрел себе три пары таких не конкретно этой расцветки а 17-х lebron of в разных colorway ах просто вот настолько они ему зашли и зашли именно как лайфстайл кроссовки по его отзывам они безумно мягкие и комфортные но касательно этого colorway мне кажется он достаточно стильный потому что выполнен в цветах означающих свежесть и элегантность вообще не значит свежесть а белый это элегантность отличительной чертой этого colorway является то что панель закрывающие шнурки она сменная вот так вот она убирается вот так кроссовки выглядят без нее более того в комплекте идут еще другие синего цвета и помимо сменных панелей синего цвета сейчас покажу как с ними выглядит еще в пакетике есть два маркера синий и черный такие вот прикольные с лейблами nike и lebron и ими можно написать что-либо на белой митсоли этих кроссовок сейчас это достаточно популярно у многих атлетов в nba перед матчами многие звезды нба пишет на своих митсолях какие-то крылатые фразы а-ля цитатки звука либо имена своих детей близких и так далее но так кроссовки выглядят с синей панелью но мне кажется что с белой смотрится прикольнее ладно уберем малюсенькие lebron и сюда и перейдем к другой паре другая пара вот в такой вот непритязательной коробке которую еще и почта помяла так изрядно если вы достаточно регулярно смотрите мой канал то знаете что помимо номерных джорданов и номерных way of weight от ленинг я начал собирать номерные коби от nike но эта задача оказалась очень сложной так как после гибели брайанта цены на всю продукцию nike с логотипами коби взлетели просто до небес а на кроссовки тем более и тем более на номерные nike но какое-то время назад в инстаграме я наткнулся на очень интересный аккаунт где-то его парень по имени костя который живет в украине он находят различные интересные айтемы у себя стране и перепродает их с небольшой наценкой но ценники у него более чем адекватные и вот какое-то время назад в его аккаунте появляется пост о продаже девятых коби в элитной высокой версии просто в идеальнейшем состоянии если опять же вы следите за моим каналом то знаете что я крайне не люблю покупать бушные кроссовки и пожалуй до этого момента единственная бушная пара у меня были это четверки коби протро о которых недавно у меня вышло видео с обзором вот ссылочка но те кроссовки были почти в идеальном состоянии реально после одной-двух носок и с учетом вкусной цены и вообще в проблеме купить подобные кроссовки сейчас я закрыл глаза на то что они не новые в объявлении об этих девятках было написано что состояние девять с половиной из десяти по моей просьбе костя прислал мне просто кучу дополнительных фотографий которые подтверждали его слова и сейчас держа эти кроссовки в руках я могу с полной уверенностью сказать то если до меня они были на чьих-то ногах то исключительно ради примерки у зеркала дело в том что я уже больше года мониторю различные площадки stocks gold ebay kicksify иногда даже авито попытках найти какие-либо номерные коби в моем размере и выяснил для себя один очень важный момент касательно девяток коби дело в том что эта модель считается чуть ли не с эталонной тракцией и во всех обзорах и тестах к тракцию этих кроссовок просто превозносят все у девяток достаточно интересный рисунок подметки имитирующие след от ноги но скорее виновником такой шикарной аттракции стал состав резины которые используются в этих кроссовках резина необычайно мягкая и цепкая но из-за того что она такая мягкая она очень быстро стирается и за год моих поисков я видел просто сотни если не тысячи объявлений с девятыми коби которые просто выглядят идеальнейше я говорю о корпусе амицоли но по подметке видно что они были в использовании и чаще всего она начинает стираться вот здесь вот около пятки а вот конкретно на этих кроссовках вообще никаких следов из носа даже в прорезях нет ни одной пылинки или какой-либо мусоринке ну и состояние корпуса тоже говорит о том что эти кроссовки вряд ли кто-то использовал по прямому их назначению у меня вообще возникают сомнения что их кто-либо использовал когда я получил посылку с ними у них даже шнурки были завязаны особым образом как обычно это делают на заводе единственное себе в коллекцию я хотел приобрести низкие 9 коби в элитной версии и это именно элитки но высокие но учитывая всеобщий ажиотаж вокруг кобиков тут уже не до выбора ну и расцветку честно говоря тоже хотел немножко другую с одной стороны это зеленое мне нравится и сочетание зеленого с черным выглядит классно и вот эти золотые суши тоже достаточно прикольно смотрятся но в свое время именно такой colorway был у некоторых моих знакомых поэтому хотелось чего-либо новенького короче другого colorway но учитывая текущее состояние дел вокруг линейки коби если попадается такой шикарный вариант а за эти кроссовки я отдал 11000 рублей то тут я считаю вертеть носом совершенно не нужно и нужно брать что я и сделал и за такой ценник 11000 рублей это даже не 200 долларов по текущему курсу таком состоянии не на ebay не на stocks не на год не на кикси фай ничего и близко нету среднем ценник на 9 высокие элитки в таком близком к идеальному состоянию начинается от 350 долларов так что я считаю что мне повезло плюс я рекомендую вам костю ссылку на его аккаунт в инстаграме я оставлю внизу под видео и это не какая-либо реклама он меня не просил его рекламировать и никаких бонусов за это я не получил но просто очень классный парень который очень ответственно относится к своей работе или хобби не знаю что это для него еще очень круто что он не поддается всеобщей истерии и выставляет кроссовки по очень адекватным прайсом короче рекомендую вам просто подписаться на его инстаграм вдруг у него промелькнет что-то интересное для вас но я же убираю пока кобики сюда и перехожу в следующей паре следующие кроссовки это достаточно свежая модель которая вышла где-то год назад и с одной стороны мне очень хотелось их приобрести а с другой стороны и душила жаба потому что ценник на них составлял 29 тысяч рублей но не так давно мой друг сникер хэд и мой подписчик который активно помогает мне пополнять коллекцию кабинов подсуетил мне вариант в результате которого удалось взять эти кроссовки не за 29 к а всего лишь за 15 и не буду вас больше томить покажу в этом коробку вот такая вот здоровая огромная коробка и в этом боксе как вы догадались или успели прочитать надпись на коробке находятся nike adapt bb 2.0 убираем бумагу и достаем вот они красавцы более того коробка такая огромная не потому что кроссовки в ней большие а потому что много всяких ништяков если вы слышали что-либо об этой модели зазнаете что в ней есть аккумуляторы которые нужно подзаряжать соответственно здесь есть и кабель и адаптер и площадка для зарядки и всякие инструкции и все это прикольно упаковано короче много классных ништяков давайте достану второй кроссовок в том числе так закроем поставим его сюда как давно меня было видео про первую версию баскетбольных адаптов которые совершенно не впечатляли своими технологиями если вам интересно то вот ссылка на него там просто лишь мои мысли об этих кроссовках дело в том что в первых адаптов помимо странного дизайна в митсоль не поместили ничего это были кроссовки которые стоили то ли 400 то ли 450 долларов в которых технологически митсоль хуже чем бюджетках nike за 80 90 долларов ну и честно говоря я считаю это мягко говоря обманом если вы делаете дорогущие кроссовки со всеми вашими ноу-хау и крутыми технологиями то пожалуйста позаботьтесь чтобы технологии были крутые не только где-то вокруг шнуровки или где-либо еще но и также в амортизации в тракции в набивке и везде чтобы платя такой большой ценник мы покупатели не чувствовали себя обманутыми а реально понимали за что мы отдаем столько денег но честно говоря вторые адапты тоже особо меня не впечатлили но здесь хотя бы поместили в митсоль огромный turbo zoom который расположился почти полностью под передней частью стопы ну и сам дизайн как-то стал поинтереснее опять же расцветок не так много и мне больше понравилось ярко-желтая монохромная и еще одна такая светлая цветная но на те расцветки скидки не было отдавать 29 к за них я не готов а вот за 15 в принципе норм и более того эта расцветка показалась мне простой сначала по фотографиям но когда они мне приехали либо я сам себе уже психологически внушил что расцветка классная но она действительно мне нравится потому что они вот так вот на фото и видео выглядят просто черно-белыми с небольшими красными акцентами но на деле синтетическая внешка выполнена таким образом что свет преломляется от нее и создается эффект рефлектива и когда вы идете особенно в солнечную погоду то вот эта вот поверхность вся спереди она прикольно переливается и выглядит это круто ну и плюс рефлективный язычок так но если вы до сих пор не знаете в чем фишка nike adapt bb 2.0 то это в автоматической шнуровке вот я нажимаю кнопочку и они затягиваются то же самое происходит когда кроссовки у вас на ногах это можно сделать либо с помощью двух клавиш которые здесь находятся на midsole плюс соответственно затягивает минус растягивает но также можно установить приложение от nike которое было написано конкретно под эту модель но не конкретно прям под эту адапт bb 2.0 а вообще под всю серию адапт телефону кроссовки коннектятся по протоколу bluetooth и уже с телефона из приложения можно ими управлять можно выставлять цвет вот этих клавиш выставлять степень затяжки плюс автоматическую затяжку когда вы просто обуваете эти кроссовки чтобы они автоматически как только почувствует ваши ноги внутри затянулись до определенного момента и честно сказать первый вечер когда я получил их я радовался и игрался ими как ребенок ну потому что зашнуровывать кроссовки с телефона выставлять цвет их этих лампочек это прям прикольно оказалось знаете когда вы покупаете не очень нужную но какую-нибудь классную электронную вещь или не обязательно электронную просто то что вам нравится и что интересно и прикольно было бы попробовать но особой какой-то смысловой нагрузки или пользы это не несет в итоге вы находите деньги покупаете то что давно хотели и вот это все в совокупности приносит вам какую-то дозу радости и удовольствие так у меня было с этими кроссовками и конечно же я понимаю что это затяжка и эти лампочки это больше игрушки нежели какая-то прям полезная функциональность но пока мне нравится в них играться ну конечно же вау-эффект когда показываешь друзьям как кроссовки сами зашнуровываются еще и управляются с телефона а учитывая то что это баскетбольные кроссовки то ждите скоро видео с первыми впечатлениями от игры в них в баскетбол ну и там я постараюсь ответить на вопрос если в срезе баскетбола какая-то выгода или польза вот от всех этих наворотов или это так технологии ради технологий ну и на этом обзор своих последних покупок я заканчиваю кого же прошу написать в комментах какая пара вам понравилась больше всего и на этой вопросительной ноте я с вами прощаюсь ночи-бучи